Приветствую вас на своем канале! Давно не виделись. Очень рада снимать видео в таком ракурсе. Не очень, конечно, хороший может быть ракурс, не очень хорошее место, но другого у меня нет. И надеюсь вас это особо напрягать и смущать не будет. Сегодня в видео речь пойдет о фаворитах, весенних фаворитах. Я, кстати, снимала эти фавориты в обычном, привычном последнее время ракурсе. Меня в кадре не было. Почему решила снять, именно переснять с собой в кадре? Потому что мне кажется, как-то так я ближе общаюсь с вами, как-то доношу мысли лучше, чем это я делаю. Просто, когда в кадре у меня одни руки и какие-то вещи мелькают. В общем, приступим. Я надеюсь, вы тоже рады, так же, как и я, видеть меня. Вернее, я не то, чтобы рада видеть себя, я просто рада снимать именно в таком плане видео. И первое, с чего хочу начать, я начну, наверное, с уходовых каких-то средств. Если взять в расчет, что особо я, в принципе, такого ничего не покупала, то уходовых средств довольно-таки много. Хочу показать вам вот такое средство. Я уже его показывала в покупках. И неоднократно буду его, наверное, показывать. Это масло Джонсонс. Оно в классическом варианте. У меня 100 мл на данный момент. Дальше буду покупать как маленькие, так и большие. Вот такие вот малякуськи очень хорошо брать с собой в дорогу. Либо куда-то к кому-нибудь с ночевкой, если вы идете. Либо уезжаете за город. Очень удобно. Большой миллилитраж удобно держать дома, в ванной, соответственно. Очень люблю это масло для тела. Обожаю. Еще перейдем к очередному маслу. Это уже будет масло для лица. В частности, так же, как и для тела. Это обычное косметическое масло. На данный момент у меня миндальное масло. Вот такой пузырек. Здесь, по-моему, 30 мл, если я не ошибаюсь. Аромабио. Фирма, которая выпустила это масло. Обожаю масла. Не знаю, тот, кто может давно меня смотрит, может просто следил за моими видео. Наверное, знают, что я давно уже пользуюсь маслами. И масла я наношу как на тело, так и на лицо. В уходе за лицом у меня масла это 100%. И в основном я пользуюсь ими по вечерам. Вот прочитала, что миндальное масло очень обогащено всякими витаминами, минералами. Оно очень хорошо подходит по уходу за лицом. И этот вариант масла, он разглаживает какие-то мимические морщины. Не совсем, конечно, он их там до конца разглаживает, но предотвращает дальнейшее их ярко выраженность на лице. Можно так это назвать. Мне очень оно нравится, но честно вам сказать, вот как-то под глаза я его наношу и как-то вот под глаза мне не очень. Я не знаю, с чем это связано. Масло персиковых косточек, масло тоже жажоба и пшеничные зародыши. Как-то более от них я видела эффект, чем вот от миндального. Может быть именно это фирма масла. Не очень какая-то. Я буду пробовать еще другие фирмы. Просто вот попала в аптеки, купила именно вот это масло. Было только такое. В следующий раз попробую какое-нибудь другое. Еще две вещи, которые я очень любила весной. Потому что в принципе я перед весной их и приобрела. Это крем для век от Mizon. Это у нас Snail Repair Eye Cream. В общем стандартный их не крем. Он идет у них в тубе. Есть просто именно в баночке стеклянной. Есть вот в таких тюбиках. Это у меня 15 мл. Да, 15 мл. И есть такой же, по-моему, в самой баночке идет 35 мл. У меня 15 мл. И есть, по-моему, еще 20... Нет, не 25. Есть тоже 35 мл. Можно на сайтах заказать тот же сайт Unifera. Либо другие корейские какие-нибудь сайты. Также группы ВКонтакте, которые занимаются этими корейскими продуктами. У них есть также в таком вот тюбике. Он, кстати, удобнее, чем баночка, в которую нужно пальцами лазить. Здесь все выдавливается. Имеет тюбик вот такой вот носик. Очень удобный. Выдавил на пальчик. Растер между пальчиками. И нанес все. Очень удобно. Скажу вкратце про этот крем. Мне очень он понравился. Так как заявлено производителем, что он высветляет круги под глазами. Да, немножко есть такой эффект. Причем он заметен сразу. Но со временем как-то, наверное, по мере впитываемости этого крема, получается, что круги немного могут проявляться. У меня, допустим, они ярко выражены. И за счет этого они проявляются, наверное, быстрее. У тех, у кого не ярко выраженные круги, советую. Он будет еще дополнительно высветлять ту малость, которая у вас есть. И будет у вас вообще свежий взгляд. Потому что даже за счет моих темных очень кругов он освежает как-то вот кожу под глазами. Подпитывает ее очень хороший крем. И, кстати, заметила я, если использовать его и на ночь, и на утро, или в течение даже дня. Если вы находитесь дома и умываетесь чаще, получается, вот этот эффект высветления кожи под глазами, он как-то более ярко выражен. Потому что вы пользуетесь им чаще. Так как я на ночь наношу масла, использую его только с утра под макияж. Конечно, эффект этот виден не прям так вот ярко выраженно, но тоже очень заметен. Не скатывается под макияжем, под консилером. Не знаю, мне очень нравится. Могу посоветовать, если вы в поисках какого-то нормального, вот не сильно питательного. Потому что он не сильно питает, он хорошо просто увлажняет. Вот если вы ищете увлажнение, какую-то долю малого питания и немножко высветления кругов, советую. И также у меня был любимчиком вот такой вот спонж, коньякую. У меня вот Саем, я уже показывала в обзоре, в принципе, корейской косметики, которую я приобретала. Люблю его за то, что он заменяет, в принципе, пилинги, скрабы. Я как бы пользуюсь все равно скрабом в дополнении, еще ко всему вот этому. Это как бы у меня тяжелая артиллерия, и я использую его для смывки бибикрема. Я обычно умываюсь средством для умывания. Потом уже беру вот этот спонж, опять же наношу средство для умывания, и уже прохожусь спонжем. Сначала обычной такой вот грубой, немножко такой больше пористой поверхностью. Потом затираю поры, как бы закрываю их, и кожа у меня просто божественная, гладкая. Даже какие-то высыпания сглаживаются. Не знаю, просто супер, довольно советую, попробуйте. И перейдем в частности уже к декоративной косметике с уходовыми средствами покончено. Больше ничего такого мне не нравилось. Покажу, наверное, это и не косметический такой, и не уходовый продукт. Это туалетная вода. Я уже как-то давно еще, наверное, в прошлом году в фаворитах тоже весны показывала этот аромат. Это Internal Magic от Avon. Я понимаю, много подобных есть ароматов, но так как он у меня есть, и он мне нравится, закончился у меня предыдущий тюбик, я его уже допользовала. И вот этот у меня, я его начала только недавно. Обожаю этот аромат. Он просто вот, не знаю, божественен. Я его просто вот не ощущаю на себе, честно. Он не то чтобы не стойкий. Он стойкий. Я, допустим, вещи, на которые я распыляю его, то вещи-то благоухают этим запахом, этой туалетной водой. И я его чувствую. Вот так я его чувствую. Когда я его наношу на себя, я чувствую, ну, максимум, наверное, минут 15. После этого, мне кажется, он все, он выветрился. Хотя многие его ощущают. Многие спрашивают даже, чем таким от тебя пахнет. Кстати, запах такой вот немножко вот как-то отдает каким-то зеленым чаем, либо фруктовым. Вот что-то такое вкусное, прям приятное, такое вот весеннее. Действительно, вот весна, весна вот вся в этом аромате для меня. И еще один такой, тоже не косметический, в принципе, продукт. Это своего рода, наоборот, для косметики вещь. Кисточка от Avon тоже. Она идет такая вот скошенная с одной стороны, с другой стороны обычная. Ничего в ней такого. Я этой кистью пользовалась чаще всего. Наверное, даже и зимой я ее пользовалась. Весной чаще, конечно, потому что я весной больше как-то и средств на свое лицо наношу. Пудру нанести могу, хайлайтер могу ею нанести, румяна, бронзер. В общем, все, что угодно, что душа пожелает, можно ею нанести. Удобно просто положить ее в чехол, закрыть и носить в сумочке. Ничего не помнется, ничего нигде не повредится. Хотя у меня есть набор, вот такой вот набор, кстати, вот этот чехол я приобретала в фикс-прайсе. Обычный чехол, как пенал, чехол-пенал. И я его приобретала специально для кистей. Вот у меня есть вот такие вот кисти набор. Это тоже кисти от Арифлейм, от разных других фирм, которые я покупала у нас еще на Украине. И он у меня лежит, в принципе, как на так называемом туалетном столике. Но я очень редко пользуюсь этими кистями. Максимум только вот кисть для теней и все. То, что вот даже сейчас я делала. В основном вот эта кисть, я ею пользуюсь везде и всегда, и дома, и беру с собой. Не знаю, она мне очень нравится. Универсальная. И если честно, у меня все-таки остаются фаворитами CC-крем и корректор-консилер, который я использовала и зимой, в принципе, и осенью. Они у меня остаются неизменными фаворитами. Но я решила о них не рассказывать. Ничего, в принципе, нового я не расскажу. Есть какие-то другие вещи, о которых хочется рассказать. И начну, наверное, давайте с карандашей, наверное. Так как их у меня, наверное, больше всего. Карандаши у меня и для глаз, и для губ. Для глаз я чаще всего использовала обычный коричневый карандаш. От Avon тоже. Он идет со спонжем на кончике. Делала им часто стрелки. Растушевывала эту стрелку с помощью спонжа. Я не очень, как бы, привередлива к каким-то карандашам. Он просто мягкий. Стрелки хорошие с ним. Подвожу даже вот в водную линию. Глаза такие выразительные. Мне нравится. Так что он у меня был, в принципе, фаворитом. И есть три карандаша для губ. Обычные тоже карандаши. Два от Floor Mar. Один в таком розовом оттенке. Даже не розовом, а фуксия. И второй, получается, такой вот более оранжевый. Какой-то такой персиковый даже, я бы сказала. И третий карандаш. Это карандаш от El Corazon. Я его покупала тоже у нас. В общем, всю, в принципе, косметику я покупала у нас еще на Украине. Здесь я ничего, по-моему, такого не покупала. В общем, выглядят они вот так. Это у нас от Floor Mar. Два карандаша. Такой фуксия. И персиковый такой немного. И вот этот вот, я называю его пыльная роза. Немножко, наверное, темнее, чем пыльная роза. От El Corazon. Тон очень мне они нравятся. Я довольна качеством этих карандашей. И так как мы, в принципе, плавно перешли к губам, я покажу вам три помады, которые у меня, в принципе, в фаворитах, которыми я чаще всего пользовалась. Конечно, чаще всего я двумя пользовалась. Это у меня именно нюдовая. Прям нюд-нюд. Она просто вот именно такая коричневая. Еще одна помада. Это, опять же, пыльная роза. Неизменный мой фаворит. Я ее использую уже, наверное, второй год. Еще одна помада. Это помада от Etuale. Она очень похожа на Maybelline. Даже открывается так же. В общем, вот такие вот оттенки я любила. Вот именно нюдовая помада. Вы видите, что она практически сливается с кожи. Так совсем чуть-чуть есть какая-то выразительность. Вот помада от Avon тоже. Пыльная роза. Она, наверное, может казаться темней, конечно. И вот это вот розовый нюд, который мне очень нравится. От Etuale помада. Я ее обожаю. Она у меня сейчас на губах. Просто вот она кремовая. Она не чувствуется на губах. И оттенок просто вот мой. Еще также, если говорить о губах, я очень любила блески для губ. У меня почему-то весной больше направление на губы. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что обширный вариант у меня каких-то вариаций помад и блесков. И цветов, соответственно. Поэтому очень всем хотелось попользоваться, попробовать. И мне это приносило радость и удовольствие. На каждый день я блеск использовала от Reflame в таком тюбике. Он, по-моему, там идет какой-то лаковый, либо гелевый как-то эффект дает. Что-то такое. Он совершенно прозрачный. Я даже своч не буду делать. Когда его наносишь, он, конечно, немножко какое-то покалывание такое вот на губах дает. Но оно очень быстро проходит, потому что я этот эффект вообще не особо люблю. Очень сильно ощущается этот эффект, когда у меня проскрабированные губы. А так не очень ощущается. Запах у него, кстати, такой цитрусовый. Очень приятный. Очень приятно ощущать этот запах на губах. Не воняет какой-то вот старой помадой, либо старым блеском испорченным. И еще два варианта блесков. Один вариант это у меня от Giordani Gold, Tari Flame. Оранжевый оттенок такой. Я его заказывала, в принципе, думала он будет таким вот насыщенным, что ли. Но вот в один слой даже я его наношу на руку. И он какой-то, честно, вот кремовый. Он мне нравится больше из-за цвета своего. По свойствам, честно сказать, я не очень его полюбила. Потому что он какой-то вот кремовый. И кремовая текстура такая, кремоводянистая. И он как-то вот скатывается. Он проплешинами может сходить с губ. И мне это не очень нравится. Я его зачастую использую как-то вот, когда ненадолгое время куда-то выхожу. Мне нужно просто прогуляться. Тогда он не так быстро слазит с губ. А если именно не следить за этим и долгое время его носить, конечно, потом некрасиво он сходит с губ. И второй блеск, это уже, конечно, качество намного лучше. Это Avon от Oriflame оранжевый и Avon. Вы можете видеть просто даже качество, что этот какими-то проплешинами лежит. Какая-то вот странная текстура у него. Этот очень такой мягкий, не очень липкий, но жирноватый по текстуре. И очень красивый. На губах он дает намного такой вот яркий эффект. Немножко вот что-то цвета фуксии, наверное. Но в то же время с розовым каким-то вот больше отливом. Хочу показать вам бальзамы для губ. Любила очень бальзам для губ в стике таком. Я знаю, он есть в Oriflame в разных цветах. У меня обычный бесцветный. Ничего такого. Просто вот бальзам-бальзам. Он имеет очень такой приятный сладкий аромат. Не навязчивый. Его носила в косметичке, в сумке, на всякий пожарный. Чтобы если забуду что-то такое вот для губ, можно всегда воспользоваться. Чтобы губы не шелушились. Я в этом плане, конечно, бальзам-амоньяк. Мне нужно, чтобы у меня хотя бы бальзам, но имелся в арсенале, именно в сумочке. Потому что если я не возьму ни блеск, ни помаду какую-то увлажняющую для губ, то пиши пропало, губы у меня высохнут. Особенно если я часто разговариваю. У меня вот здесь высыхает все очень быстро. Потом плавно все перебирается на кончик губы. Где бы я ни находилась, со мной рядом бальзам. И это уже, наверное, действительно диагноз. И еще я любила использовать вот такой вот тоже от Арифлейм бочонок. Он у меня уже почти заканчивается. Там вот немножко осталось. Этот у меня с запахом вишни. Именно вот весенний вариант. Еще вот такой вот. Баночки у меня нет. Она у меня в другом месте. Лежит также на прозапас. В смысле я им пользуюсь. Это с черникой, по-моему. Тоже очень приятный запах. Он в такой же тубе идет, только она вот такого цвета. Обожаю вот эти два аромата. Просто вот весенние, что не на есть. И обожаю их. Я не знаю, видно там меня еще или нет. В общем, по-моему, видно. Для лица у меня было не очень много продуктов. В основном я показала вот для губ. Я много всего использовала. Как-то вот весной меня прям проперло. Потому что зимой я пользовалась тоже обычным таким бесцветным блеском для губ. И какой-то одной помадой. По-моему, даже вот этой вот, которая похожа на пыльную розу, я ею только и пользовалась. В общем, ничем таким я не пользовалась. И весной очень хотелось каких-то сочных цветов. Но для лица также имеются свои фавориты. Это также незаменимый арт-визаж. Гель для бробей. Это просто незаменимая вещь для меня. И также я очень любила раньше и люблю сейчас тушь 5 в 1 от Eryflame. Обычная, стандартная. Но в то же время с интересной кисточкой. И хорошо прокрашивает мои ресницы. Я не знаю, будет вам видно или нет. Просто вот они выразительны у меня. Пусть они не объемные, но они выразительны. И как-то, не знаю, мне нравится вот именно эффект, который дает вот эта вот тушь. И еще одно средство, которое я очень полюбила. Не знаю, я зимой почему-то пользовалась именно сухим хайлайтером. И не понимала, почему он мне подчеркивает как-то вот шелушение. Не то, чтобы я не понимала. Я понимала, потому что сухой им лучше пользоваться летом. А зимой использовать более такие кремовые текстуры. Ну, я как-то об этом не задумывалась. Я это знала. Но я на тот момент как-то вот не задумывалась об этом. И получается, что он мне и подсушивал область, куда я наносила его. И получалось так, что смотрелся он как-то вот... Не знаю, если вам видно, вот кремовый сейчас, который у меня был в фаворитах от Эльф. Хайлайтер он нанесен у меня сейчас. И как-то кожа кажется такой лоснящейся немножко, да. С сухим же хайлайтером такого эффекта не было. Он лежал как-то вот отдельно от всего лица. Он смотрелся отдельным продуктом. Сколько бы ты его не растушевывала, казалось, что я даже нанесла тени. Этот же хайлайтер у меня лежал просто. Не знаю, чего ждал. Решила опять вернуться к нему. И честно, я не пожалела. Как бы сухой хайлайтер не вел бы себя на моем лице, все равно он красивый. Просто вот на зиму он мне не подходит. Потому что у меня зимой была пересушенная кожа. жирная в той зоне, но пересушенная вот именно вот в этой области. Поэтому он так вот у меня и лежал как-то инородно что ли. Не знаю, как это назвать. Но этот же хайлайтер очень такой красивый. Не знаю, мне он нравится. Он просто такой вот... Просто вот именно действительно как крем. И его наносишь, его не видно. Видно просто как плоснится кожа. Я просто его обожаю. Не знаю, это мой фаворит однозначно. Еще покажу фаворит такой из одежды. Я покажу вам свитер. Я любила его таскать и зимой, и весной, когда еще было так более-менее холодно. Это просто вот любимый мой свитер. Меня, конечно, теперь не видно из-за него. Но я не могу его просто не показать. Его окрас... Это что-то такое вот... Не знаю, в стиле радуги, наверное. Он очень удобный, очень мягкий. Я обожаю его. И честно, вот когда уже потеплело, и я не могу его носить, мне так как-то грустно. Придется его убирать, и не очень хочется. В любом случае я его буду носить и осенью холодной, и следующей зимой. Блин, я просто в восторге от этой вещи. Он просто офигенский. Не знаю, окрас веселенький, забавный. Еще я любила весной больше есть орехов. Миндальные орехи я ела. Но чаще всего я очень любила кушать бразильский орех. Он очень полезен, так же, как, в принципе, и миндальный. В нем куча витаминов, куча всего полезного. В одном орехе содержится настолько много всего полезного, что одного ореха хватает на целый день получить вот эти все полезные свойства. И этих свойств, соответственно, хватает на целый день. Поэтому орех в день, это не так уж и затратно, не так уж и много. И для меня это было просто вот каким-то блаженством. Тем более, что я очень люблю орехи. И вот бразильский орех, он так же очень вкусный. Его можно, как и в кашу добавлять. Да и так просто есть. Если времени не хватает, нужно бежать срочно утром. Схватила орех и побежала по своим делам. Еще один фаворит у меня был, это авокадо. Я никогда не думала, что мне может понравиться авокадо, потому что я, во-первых, его раньше никогда не ела. Насмотревшись кучей видео Эстани Анны, она, кстати, открыла канал со своим мужем совместно, снимают влоги. И вот там вот я увидела, как они часто употребляют его в пищу, с какими-то другими своими завтраками, ужинами. И, честно вам сказать, блин, мне так стало интересно. Я пошла, купила. Помню, кстати, что она говорила, лучше и вкуснее авокадо, когда он мягкий, именно уже такой перезревший, что ли. Вот именно спелый такой конкретно. Первый раз я взяла такой вот, он был дубовый, мягких не было. Ну, думаю, ладно, попробую. Я его попробовала, и мне не понравилось. Во-первых, на вкус было изначально такое ощущение, как будто ты ешь траву. Траву, причем невкусную траву, какую-то в перемешку с чем-то непонятным, как будто какая-то примесь чего-то, вроде бы и ореха, но в то же время какого-то гнилого ореха, что ли. Я не знаю, как это объяснить, но вкус меня не впечатлил абсолютно. Мне он даже, можно сказать, не понравился. Я пожалела, что купила это авокадо, и я попробовала половинку его. И жалко было как-то выбрасывать вторую часть. Я оставила ее на подоконнике. В тепле, соответственно, авокадо этот дозрел. И решила взять на работу, как-то вот все равно заняться иногда нечем. Когда ты ничем не занимаешься, как мы знаем, хочется сразу кушать, чем-то занять свой рот, наверное. И я нарезала его дольками, забрала на работу, соответственно, он еще и там полежал. И когда я его попробовала, он уже был мягкий, он уже просто вот, блин, таял во рту, и у него вкус был, вот кто ел когда-нибудь обычные зеленые орехи, грецкий орех, вот когда он зеленый, еще кожура зеленая, ты ее снимаешь, у тебя окрашиваются все руки. Вот вкус авокадо, спелого именно авокадо, ассоциируется у меня со вкусом вот этого вот грецкого зеленого ореха. Когда он такой вот аж хрустящий немножко именно. Зеленый вам даже не советую пробовать, если вы не пробовали авокадо, но спелый советую на все сто. Он мало того, что полезен для организма, так еще и вкусный. Я его теперь ем вообще без всякого, покупала уже много раз, также оставляю его дозревать на подоконнике, и потом кушаю с удовольствием. Еще я также очень любила весной, не знаю почему, я зимой как-то не особо увлекалась всякими крупами, какими-то кашами. Я ела, конечно, овсянку, гречку, ну, в принципе, это и весь стандарт, который я, в принципе, ем круглогодично. Долгое время мне хотелось фасоль отварить себе. Я очень люблю фасоль, я просто ее обожаю. Сейчас я ем ее в разном виде, в разных вариациях, как и с яйцом я делаю. У меня есть, кстати, на канале несколько вариантов о том, как я делаю себе обед с фасолью. Могу и с яйцом, могу и так ее просто покушать, могу и обжарить немножко, после того, как я ее отварила. Я просто ее обожаю, вот именно сам вкус тоже фасоли меня как-то привлекает, он мне очень нравится, потому что он приближен немножко со вкусом орехов. Орехи я просто без ума от орехов. И фасоль у меня была... Блин, у меня такое слюноотделение, я так кушать уже хочу. Сейчас досниму видео, пойду, конечно, перекушу. Как раз-таки буду кушать фасоль и мясо. Соответственно, весной я больше любила фасоль. Как-то фасоль у меня была на первом месте, я ее обожаю. Кстати, выгоднее, если честно, покупать... Я, по-первых, покупала у бабушек на базаре. Как-то мне казалось, это целесообразнее, чем в магазине. В магазине мне она как-то не очень понравилась, она какая-то очень белая была, невзрачная. Я такой фасоли не видела, в принципе. Я видела всегда какую-то такую бурую, либо она с какими-то вкраплениями. А в магазине чисто белая. И для меня как-то было это непонятно немного. Но попробовав магазинную, я поняла, что я переплачивала зря, потому что бабушек, в принципе, стоит дороже, чем в магазине. У них один стаканчик, двухсотограммовый. Я покупала за 40 рублей. А килограмм фасоли, вот это вот обычное, невзрачное, как мне показалось ранее, я покупала за 70 рублей. Мне кажется, это намного выгоднее. Расскажите о своих фаворитах. Может быть, у вас были схожие фавориты со мной. Буду очень рада узнать ваше мнение. Ваши фавориты очень интересно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова